добрый день и у нас сегодня прямой эфир канала пространство игры ну давайте я себе расскажу меня зовут Ольга Орлова я игропрактик человек который ничего другого не делает кроме как проводит игры продает игры и создает игры и этот совершенно новый вид деятельность который позволяет жить и получать новые знания множество множество людей это тренд и сегодня у меня в гостях удивительные две женщины это Вера Кузнецова всем добрый день и сейчас она немножко о себе расскажет и Светлана Цуренкова добрый день обе эти девушки по-своему внесли такой серьезный вклад в мою жизнь да да я воспользуюсь тем что здесь в эфире и могу рассказать тайны можно можно рассказывать но начнем с того что а когда я вернулась из Москвы в Пермь два года полтора года тому назад я стала искать игропрактиков в нашем городе и первое кого я встретила это была Светлана и Светлана очень щедро и очень ну так по-доброму поделилась информация что же у нас в городе есть Светлана ведет игру тамболию тамболию а свет расскажи пожалуйста немножко о себе и об игре еще раз добрый день меня зовут Светлана Цуренкова я психолог коуч и тренер на сегодняшний день я являюсь сертифицированным так называемым сталкером игры там более эта игра как хотите это и духовная и мистическая и жизненная игра то есть тамболия это игра которая позволяет пилигримом то есть каждый участник называется пилигрим проделать свое путешествие жизненное а сталкер это тот человек который знает карту жизни но совершенно не знает что ожидает всех пилигримов за углом данная игра позволяет решить любой вопрос который возникает в вашей жизни наиболее актуальный это может быть любой вопрос какой мне сегодня посадить цветок и в то же время да такой жизненно важный а в чем же мой путь в чем же моя миссия вот так коротко об игре а само слово тамболия обозначает пропавшее место где находится все ответы на наше решение моя задача как сталкера чтобы вы могли найти это свое место в своем разуме и мы сегодня свет немножко поиграем я вам все покажу отлично ну а сейчас хочу представить вторую участницу вера кузнецова как она оказалась сегодня в эфире позавчера мы с ней играли в игру основной инстинкт и вера рассказала что оказывается поиграв год назад в игру возлюбленная она что-то такое для себя вынесла что сегодня наша передача называется игры меняющие жизнь вверх расскажи что же с тобой случилось за этот год еще раз добрый день это действительно так где-то год назад примерно шел рождественский пост я тогда работала по найму и пришла к ольге на игру возлюбленная в течение игры ну конечно это для меня было способ что-то узнать о себе просто я люблю играть развлекаться до узнавать что-то новое и для меня женская игра была просто способом взаимодействия с самой собой и на игре возлюбленная значит там были некоторые ходы в течение которых был один пор пром помню ход когда мне нужно было взять ресурс из рода вот я вспомнила про свою бабушку которая жила в любви в согласии но это по папиной линии была бабушка у меня и все говорили в роду что дай бог каждой женщине так жить вот на тот момент у меня не было такого опыта личного опыта что я была счастливая женщина любимая любящая в добрых хороших отношениях и но я помню как в этот ресурс прям вошел в меня как сила какая-то рода которая вот она прям вошла в меня на самом деле и следующий какой-то ход был когда в игре было предложено узнать ну как где мне найти то мужчину своей мечты и игра показала то что этот мужчина он где-то рядом на самом деле я с ним уже знакома то есть ольга мне порекомендовала вообще никуда на сторону не смотреть никакие сайты знакомств не использовать вообще там перестать тешить себя надежды что где-то он далеко и там не знаю в тридевятом царстве в тридесятом государстве что он вот где-то рядом и ты его знаешь уже то есть вот я тогда такая думаю я как-то у меня сразу нам на ум пришла 2 2 мужчины пришло я такая думаю интересно кто же из них и действительно я не ошибаюсь один из них оказался тем мужчиной с которым у меня сейчас отношения и они правда такие очень другие не такие как у меня случались раньше отношений я чувствую себя любимой желанной я люблю то есть как женщина я сейчас счастлива конечно всякое бывает ну как у всех в отношениях да но вот этот момент то есть встречи у меня просто не было сомнений я как-то расслабилась отпустила этот момент вот этот поиска да то есть напряженного вглядывания вдаль где же он мой принц на белом коне а на самом деле все было рядом буквально под носом просто время и место и все случилось поэтому да я очень рада да на самом деле да и игра практикам я стала благодаря игре на самом деле то есть поиграв однажды в игру лила чакра я потом стала разворачиваться так событийный ряд когда мне пришли пришли знаки информация что дорогая ну хватит уже там ерундой маяться давай уже может быть сама будешь проводником для людей в этот добрый мир самопознание до самого раскрытия собственных глубин и таким образом да я стала играть и проводить игры сама вот я смотрю у нас света принесла магические послания богинь да давайте на нашу программу вытянем какую-нибудь карту очень интересно мы девочки так это любим да да мы сейчас определим какой богине вы подключились какой богине подключилась сегодня на программу я какая богиня мне сейчас помогает о чем мы говорим мы говорим прошла свой путь помоги товарищи у вас дар помощника и советчика Ольга? Я тоже хочу вытянуть. А разве вот не сам участник вытягивает? Специальным образом. Хорошо. Мать ты наша. Я все-таки мать. Мать ты наша, земля. Ты призвана оказывать вообще воздействие на окружающую жизнь. Благодарю. А правда, какая там богиня? Маву. Маву? Боже мой, как... Я его выключила? А покажите ее. Может быть, покажете ее? Да, конечно. Давай. У нее микрофон и карты, и я запутаю. Вот здесь Маву, мать-земля. Маву я вам покажу тоже сейчас. Сейчас найду ее. Ну и я? Да. Себе тоже? Границы и штат. Ну, любите себя достаточно сильно. Прекрасно. Ну что, дорогие друзья, вот с этим хорошим таким приятным началом мы отправляемся в путешествие по играм. Наш канал вообще создан для того, чтобы знакомить людей, кому это будет интересно, с тем, что такое игры. И сегодня мы будем говорить об игре «Важно себе». И сегодня мы в эфире будем участниками этой игры. Света, готова? Конечно. Отлично. С удовольствием. Вера будет ведущей, и она нам сейчас что-то расскажет про игру, ну так, чтобы вот, ну не сухо, а мы прям поиграли, да? Да. Отлично. Игра «Важно себе». Создана киевским психологом Ксенией Кублановской. Это игра для женщин. Очень она такая женская, теплая, приятная игра. На самом деле построена на коучингах. Вопросах она. И в начале игры все участницы настраиваются на то, чтобы выдвигают намерение узнать что-то важное о себе. То есть кто-то это обращается, ну это вот намерение мы выдвигаем. То есть если в других играх мы ставим какие-то цели, задачи, да, то есть что-то прояснить, узнать, то здесь единственное, что мы делаем, это мы просим нашу душу, наших помощников, наших ангелов, наше высшее «Я», ну то есть вот все силы света, которые нам помогают прислать нам послание, что же сейчас важно узнать мне о себе. И потом по итогу игры, когда человек уже узнал что-то важное о себе, он составляет план действий, который нужно, что же он будет делать с тем, что он сейчас узнал. Вот. Поэтому игра начинается бросанием кубика и передвигаются игроки по карточке, по спиральке внутрь. И каждый выпавший кубик, число на кубике продвигает игрока на выпавшее количество очков. Вот. Все вопросы, все клеточки пронумерованы, здесь есть карточки с вопросами и ответами на них есть метафорические карты. То есть получив вопрос, мы не думаем, что же мы думаем по этому поводу или там бывает… Нам дают ответ. Да, то есть ответ, как ответ вы достаете просто карточку. И о чем она для вас, да, то есть как бы и вы достаете, смотрите, и каким-то образом это послание вашего, высшего «Я» на этот ответ, на этот вопрос, этот ответ. Вера, а это что, эзотерическая игра? Нет, это игра психологическая, коучинговая для женщин. Да, для женщин. Для женщин. Какая женщин? На самом деле у меня в нее играли уже и мужчины один раз. И это был удивительный опыт на самом деле, потому что когда начал играть мужчина, для меня это было открытие. Вообще играла семейная пара на самом деле. И для меня это было такое, что я на самом деле как ведущая в каждую игру сама что-то узнаю важное себе в момент игры как ведущая. И это всегда очень ценный опыт для меня. И когда я играла с этими людьми, с семейной парой, это единственный у меня пока был опыт, когда я с мужчинами играла. И он меня потряс до глубины души. То есть это была такая теплая, но невероятно глубокая игра. То есть я просто была потрясена, насколько мужчины могут быть глубоки, поэтичны в своих каких-то... Просто там была только колода карт метафорических, другая, чтобы мужчине было легче ассоциации свои доставать из своего бессознательного. Поэтому эта игра на самом деле для любого человека, кто уже может что-то рассказывать о картинках более-менее и как-то связанно говорить. То есть уже с этого момента можно начинать играть. Давайте скорее играть и уже начинать играть. А что нужно вначале, что-то прям про что-то играть? Какое-то намерение? Намерение узнать что-то важное о себе. То есть подумать? Подумать, можно сказать, дорогое мое высшее я, моя душа, скажи мне, пожалуйста, что-то, что я должна сегодня узнать важное о себе. А, именно сегодня. Мы не загадываем, мы сегодня, ну вот на данную игру, на данную игру. То есть что мне сейчас нужно знать, да, очень важное. То есть мы ни к чему это не привязываем, потому что мы можем думать, что у нас, ну, нам надо тут порешать что-то, а высшее я может там душа сказать, что дорогая у тебя, обрати внимание вот на это. Да, то есть и что это, мы не знаем. Это сюрприз, да. Поэтому каждый раз, когда мы отправляемся в это удивительное путешествие, это неожиданно. А еще, знаете, сегодня такая дата, 17-е, 11-е, 17-е, представляете? Однерка это лидерство, семерка это, ну там, удача, по-моему, успех. Вообще волшебные цифры. Я желаю, девочки, вам удачи. Предлагаю начать. Ольга, бросайте кубик. А камушки какие? Любой выбирайте, это просто будет значить вашу фишку, да. И вы, ну, какой-то возьмите камушек себе. Давайте. Любой камушек? Ну, давайте. Сначала вы, как будто бы вы стояли здесь сейчас, да, раз, два. Это мой, два. И что должна брать она? Да, сейчас я достаю вопрос, который под этой цифрой. И вопрос звучит так. Чего я жду? Как ответ Ольга, настроившись на этот вопрос, чего я жду, моё Высшее Я? Скажи мне, пожалуйста, что я жду на самом деле. Да, скажи мне, пожалуйста, что я жду. Да, скажи мне, пожалуйста, что я жду, на самом деле. Да, есть тут и там, и там, естественно. Да, да, это одна колода, просто да, я её разложила так, что она. Так, что видите? А здесь нужно описать. Да, здесь нужно описать. Так вот ты это и ждёшь, что сейчас есть. Вот так, да? Можно посмотреть? Показать. Показать. Так, что же это такое? Я-то думала, я жду принца на белом коне. Не тут-то было. Какие-то две девушки с какими-то шикарными волосами наслаждаются, получают удовольствие. И всё такая картинка симметрична, как будто они смотрятся друг в друга. Ну, вот знаете... Оля, Ело. Оле, кстати, в детстве я своё имя писала Ело, потому что я левша, я писала Ело. Вот, пожалуйста. Да, и это оборотная сторона меня, то есть Оли и Ело. Это цельная ты. Это цельная я, наверное. А самое главное, знаете, они сидят за таким столом, полным явств, да? Они наслаждаются, кайфуют, никогда не торопятся. И это очень про игру «Основной инстинкт», да? Моя игра, ну, вместе с Леной Шаипкиной, игра про то, как жить и кайфовать. И вот это про это. Я очень много езжу, но надо находить среди всего этого моменты прям такого удовольствия, расслабления, наслаждения. То есть получается, что... Не понятно, чего же я жду так. Цельности, Оля. А я как услышала, что вы ждёте в этих буднях, в которых вы путешествуете, не забывать наслаждаться и кайфовать, получать удовольствие от процесса. Ну, я могу ещё сказать, что у меня новая квартира, которой пока второй месяц уже я живу на мешках, на коробках. Ну, представляете, да, когда бывает новое? Дом полночешет. Да, дом. А здесь вот, чтобы уже уют создать, чтобы всё разложить. У меня уже друзья просят новоселье, я говорю, подождите, подождите, не сейчас. Это вот про то, что уже всё разложилось, всё построилось, всё сделалось. Я кайфую, и мне хорошо с самой собой. То есть вы ждёте того момента, когда, наконец-то, вы сможете расслабиться, выдохнуть и принять гостей в свой дом. Да, да. Вера, а вот в этой игре можно вот то, что я комментирую, помогаю Оле? Потому что в моей игре это есть, и поэтому я это так делаю. Ну, вот на самом деле, когда человек раскрывает метафорическую карту, считается, что это послание его, бессознательного. И, конечно, мы, как женщины, не можем не включаться, у нас тоже свои какие-то ассоциации, да, и у нас куча сразу эмоций, чувств, каких-то комментариев. Хочется так, ну, Оля, Оля, ещё вот это и вот это, то есть что-то ей ещё своё такое радостное там рассказать. Вот, пока, ну, как человек говорит сам, да, то есть важно, чтобы он сам, ну, распечатал, распаковал это послание из карты. Вот, просто если он скажет, попросит, да, может быть, вы хотите что-то добавить, бывает, что потому что наши комментарии, они тоже могут ценными быть и раскрыть какую-то грань, которую человек сейчас может не замечать, да, ну, или что-то не вспомнить, так скажем. Вот, поэтому, ну, я обычно отпускаю это так, ну, стараюсь, конечно, чтобы люди не комментировали, вначале просто я говорю, что важно не комментировать, вот, но я просто думала, что у всех свои, да. Другим же всегда всё очевидно, понимаешь? Да, 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 это правда, да. А вот сейчас, когда я, да, 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 а сейчас ваш фото, да, мы узнаем, да, держать паузу. Мы узнаем, что у вас, да, вы бросаете, да, вы бросаете кубик. Шесть. Шесть. Идёте на шесть к своим камушкам. Сходите, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, это моё число. Достаем вопрос и читаем. Что бы я хранила и берегла в своей жизни? Каких людей, какие вещи, какие события? Вот такой вопрос. Я должна на него ответить? Да, и как ответ вы достаете карту. Угу. У меня выходит творчество. Каких людей? Творческих людей, какие события? Вот самое интересное, я совершенно не рисую. Чем вы занимаетесь? А чем вы занимаетесь? Смотрите, да. Чем я занимаюсь? Ну, только то, что творением однозначно. Да, метафорическая. Метафорическая карта, да. Творением, да. Я помню выражение замечательное. Женщина, что натворится, тем и живёт. Хорошее выражение. Хорошее выражение. Поэтому, или вытворит, да. Поэтому, действительно, живу с тем, что натворила. И это берегует ценю. Да, и это берегует ценю, какие события. Но я поняла, что мне нужно сделать акцент на творчестве. Когда я поджулипо высчитывала свою планетарную, там, планетарную, какую-то там ещё задачу, у меня самое получилось сложное. Там число 33, и у всех по одной, а у числа 33 – три задачи. То есть я должна реализоваться и как в семейной жизни, и в профессиональной карьере, и в творчестве. Так вот, я последнее время задаю вопрос, а в каком творчестве я должна реализоваться? Ну, на мой взгляд, вообще творчество, да, это такой, это процесс, да, то есть это сама женщина, это её суть. То есть иногда творчество – это не что-то там, вышивание какое-то, создание картин. Я даже стала вышивать крестик. Мы можем творчески сидеть на диване, понимаете, творчески смотреть телевизор. Спасибо. Мы можем творчески гулять, то есть мы вообще творчески спускаться по лесенкам. В общем-то, что натворишь, что и живёшь. Съехать на перилах, проскакать там медленно, спуститься на четвереньках. То есть мы можем делать творчески вообще хоть что. Это может быть про это. Следующий ход, Ольга. Один. И вопрос три. В чём мой талант? Итак, в чём мой талант? Ну, вот тут говорят в материнских делах. Я беру из любого места, да? Да. Здесь стоит такая девушка на лодке. Видно, да? Но самое интересное, что она не вперёд на носу стоит. Я это всегда знала и верила, что мой талант – это двигаться вперёд и раздвигать горизонт, и находить новое. А здесь у нас девушка такая стоит почему-то не на носу, а почему-то смотрит назад. А я предлагаю тебе тоже к богине, которую я сейчас со своей богиней тоже связываю. Да, либо можно вот с богиней связаться, либо ещё одну карту как помощницу. Бывает, когда одна карта достаётся, не всегда понятно, о чём это. А вот и вперёд. А вот и вперёд. А вот девочка полетела вперёд, да? Да, прикольно. Это карта помощницы, и они вместе как могут, ну, больше рассказывать. А я сейчас, да, вот знаете, мой талант в чём? С одной стороны, вот так лететь, да, цветок, мчаться куда-то, но вместе с тем находить в этом такое удовольствие, расслабление, быть в потоке. Видите, даже чайка тут летит, да, и женщины ветер дуют. У меня вообще-то метафора денег – это ветер всегда. Ну, то есть, с одной стороны, лететь вперёд, лодка едет сама, там всё хорошо, то есть с носом всё в порядке, она по-любому едет вперёд, но вот это пространство брать на себя, да, и уметь, правда ведь называется пространство игры у нас, да, передача, держать пространство. Я думаю, что в этом мой талант – держать пространство, в том числе. Спасибо. Светлана. Закончилось 20 минут? Последнюю. Да, последнюю карту и вход, да. Перейдём. Один тоже. Семь. Что важно для меня? Что важно для меня? Ну, так, судя по всему, я уже поняла, что сейчас… Можно достать карту. Нет, нет, я просто посмотрела, что у меня любить себя достаточно сильно, и вот тут женщины, это, в принципе, всё обо мне, и что важно для меня. Так логично всё друг за другом идёт, да? Да, да. Что важно для меня? Какая красивая карта. Очень красивая карта. Ну, это явно медитация, да? Ну, да. Такое. Ну, здесь можно сказать, что важно для меня – это медитация. Но для меня важен мой внутренний мир. Мой внутренний мир для меня важен… Сюда? Для меня важно осознание, божественное осознание, для меня важно внутреннее осознание, связь с Богом. Да, связь с Высшим, да? Связь с Высшим, да. Не забывать про это в суете, да? Просто когда мы слышим этот в себе внутренний голос, интуицию свою, творческое начало, тогда у нас, ну, как, и творчество может проявляться по-другому, да? Вот, конечно же. Это правда важно, просто об этом не забывать. Я тогда сейчас подведу итог небольшой, да? То есть мы сейчас сделали по два хода. На самом деле игра, она подразумевает ходов восемь. Ну, там плюс-минус, да, сколько это получается. И когда девочки делают ходы, в течение игры выкладывают перед собой метафорические карты, и складывается какая-то история, да? Потому что по двум ходам иногда, ну, можно не понять, да, что там, как бы, происходит. Третий, четвёртый, пятый, и уже какая-то история, куда, куда, к чему всё это было-то, да? И в конце игры человек подводит итоги, как бы, что сегодня он узнал важного о себе. И иногда это, правда, откровения очень глубокие, очень интересные, неожиданные на самом деле, ценные для человека. И дальше он идёт, ну, уже думает, что с этим делать, да, и как это реализовать в своей жизни. Вот так, Вера, спасибо. Девочки приглашаю на игру, на свою, да, и все, кто будет нас смотреть. Творческая я. Творческая, да, то есть даже из двух карт уже можно понять, да. А я поддерживающая пространство. Да. И сохранять это в себе, да? Да, да, да. Всё, спасибо. Спасибо. Друзья, мы вернёмся через минуту. Сейчас, пока перерыв, рекламная пауза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, продолжаем. Продолжаем наш эфир, и наш канал «Пространство игры» рада вас знакомить с самыми разными играми. И с разными ведущими – это люди, которые занимаются психологией, коучингом, ведут тренинги совершенно разные. И бизнес-тренинги, потому что есть бизнес-игры, и тренинги личностного роста, поскольку очень много игр как раз про личное саморазвитие, да. Это осознание себя в этом мире о том, про то, что, что же мы несем, как мы живём, и зачем, и почему мы живём именно так, и что можно со всем этим счастьем сделать. И у нас сейчас нам расскажет про игру «Карта». Света лучше правильно расскажет, потому что я знаю, что у этой игры есть название «Кто-то так ударение ставит, кто-то так, и кому-то принципиально». Но на самом деле это как раз та игра, с которой произошло моё знакомство. Это было, наверное, в 2012 году в Москве. У меня было тогда кафе, и ко мне пришли девочки и мальчики, которые вели эту игру, и попросили разрешение вести. Но вот, если честно, на тот период для меня показалось, ну, как-то очень сильно надуманно. И, может быть, я была не готова, потому что я была такая девушка в бизнесе, а здесь очень много метафор. Свет, расскажи, как ты попала в эту игру, и почему она тебя так привлекла, ну, и дальше давайте чуть-чуть поиграем. Ну, исходя из того, что сейчас мы узнали обо мне, что я такая вся тоже медитирующая, для меня эта игра, это, в общем-то, игра медитации. Здесь она и вышла из медитации, эта игра. Основатель её йога Яши, вот, Джеймс, ой, извините, я сейчас не вспомню его фамилию, от волнения. Маршалл, да. И эта игра к нам на российский рынок, да, игр, зашла в 2012 году, и, Оля, ты с ней столкнулась, это была первая. Конечно, это был начинающий сталкер. Эта игра, на самом деле, ей вообще приписывается четыре с лишним тысячи лет. Почему? Потому что в основе её лежат древнейшие мандалы. И, соответственно, Яша просто перевёл эти мандалы на современный язык, потому что мандалы были тогда написаны, нарисованы для людей того сознания, золотого века, а сейчас для нашего века, калиюга, железного. То есть перевели для того, чтобы это было понятно. Здесь, конечно же, в этой карте есть ещё особенности перевода, поскольку он переводил на английский язык, и перевод, а это же у нас деловой язык, и перевод потом на русский язык образный, поэтому, может быть, немножечко не хватает нам чего-то. Поэтому наша задача русских сталкеров, вот эту образность добавить и помочь. Вообще-то это жизнь, там более это жизнь, некая жизнь, и для того, чтобы зайти в эту игру, это нужно родиться, как мы с вами рождаемся. Она стоит, на самом деле, всё-таки, когда я её увидела первый раз, я подумала, ой, как всё простенько, какой-то 20-е года привитимизм такой нарисован, да? А затем поняла, что за каждым рисуночком кроется очень сакральный большой смысл, но их раскрывать следует только в игре, и тому человеку, кто попал, и кто осознанность до него, то есть дошёл до этого уровня осознанности. Начинается всё с оракула, вот это вводные данные, с которыми человек заходит. То есть как мы рождаемся? Мы тоже рождаемся с вами с какой-то программой, и у вас здесь тоже есть вводные данные. Вы заходите с любым вопросом. Вы можете сейчас, чтобы показать, как вы можете зайти в эту игру, я вам хочу предложить придумать какой-то вопрос, ну вот, что касается нашей сегодняшней темы, ой, вслух, конечно же, выдаются такие карточки, я сегодня их заменила листочками, простите, пожалуйста, что Даня готовила, да. А вопросы какого порядка можно задавать? Вопросы любого порядка, и самое главное, здесь не нужно неделовые смарт, здесь не нужно к этому стремиться, здесь не нужно думать о настоящем будущем или в прошедшем, потому что достаточно бывает пройти вот этот торакул, и вопрос, бывает, может решиться, а бывает нет. То есть сейчас я вам объясню по порядку, чтобы вам было это понятно. Давайте я сложу два раза, а вы пока подумайте о вопросе. Вопрос любой, как раз вот, по поводу твоих передач, по поводу твоих игр, что мне дает, например, да, вот организация того или иного пространства игры, очень простой, да. Можно вопрос, можно как мне клиентуру... А его нужно сформулировать, да, написать? Да, написать, сформулировать, но вопрос... Держись, да. Чтобы вопрос был, ну, достаточно прост, чтобы было понятно. Чтобы понятен был ответ, да. Чтобы понятен был ответ, да. А если начинается, насколько важно? Пусть, пусть. Насколько... И так, чтобы можно было этот... В эфир вы могли бы сказать этот вопрос. То есть мы сейчас не будем затрагивать какие-то темы, которые не нужно раскрывать полностью себя, но мы можем... Да, пожалуйста. Пожалуйста. Пока вы пишете, я могу сказать, что это называется одна из трансформационных игр. На самом деле, действительно, это мистическая игра, и после нее, когда играет, происходит изменение. Отлично. Разные изменения. Но с кем я играла, я могу сказать, что произошли у этих людей изменения. Да, у нас сегодня, кстати, программа «Игры, меняющие жизнь». «Игры, меняющие жизнь». Я вам гарантирую, что вы поменяете. Очень ждем. Что-то поменяется. Я в это верю. Да, в отличие от кубика, который в твоей игре, Вера, здесь кубик, форма декадр, 12 граней, что является основой ДНК. Все здесь очень связано. Что бы вы ни взяли, в какую бы точку ни ткнули, все здесь очень так связано. То есть сейчас у вас первый бросок. Первый бросок будет говорить о том, какой мотив вашего, и мы будем, вашего вопроса, и мы будем смотреть на цвет. Видите, вот цвет синий, красный, зеленый, желтый. Просто на цвет, пожалуйста. Синий. Ты задаешь свой вопрос из баланса. Синий – это баланс. Записывай. Цифра один. Вот этот, видишь, бросок первый. Основной мотив – баланс. То есть все у тебя ровно. Это зеленый. У тебя от сердца вопрос. Эмоции от сердца. Поскольку наш мир дуален, вот вы рождаетесь своим вопросом, мы уже определили, откуда он исходит, этот ваш вопрос. Поскольку наш мир дуален, соответственно, вот здесь есть белое и черное. Следующий бросок, он будет показывать качество. Вот здесь все, все правила написаны здесь. Качество опыта вашего. Всегда у нас начинается что-то с размышлений. Это у нас распад, а это у нас созидание. С размышлений, видите. Потом размышляя, размышляя, у нас возникают сомнения. Потом избыток, и, соответственно, происходит застой. А выйти из застоя, выходя из застоя, нужно, чтобы все развалилось. Верно? И тогда возникает хаос. И только из хаоса возникают новые мысли, соответственно, надежда, ресурсы, продвижение, силы. И мы сидим в чудесном. Вот сейчас определите ваше качество опыта от этого вопроса. То есть какой? Смотрим на цифру. Цифра 5. Избыток. У вас избыток уже всего для того, чтобы… Избыток, происходящий в сомнении. То есть она уже эти сомнения, которые перешли в избыток. То есть вот здесь была из баланса. Много сомнений, да? Слишком много сомнений. Смотри, она вопрос задала из баланса. И чем больше его будет думать, у нее произойдет избыток вот этих всех переживаний. И, соответственно, она свой баланс нарушила. То есть не нужно… Нет, наоборот, почему? Она задает вопрос, она хочет найти решение. А ей нужно нарушить этот баланс. Не сидеть в том, что она сейчас имеется. У нее все хорошо, и поэтому, да, чтобы что-то потом… Ну, как развитие пошло, получается. Да, да, да. Вот видишь, я что хочу сказать. И сейчас это избыток. Избыток. То есть тебе надо, чтобы твои сомнения перешли вот эти… В избыток. Твои размышления перешли в избыток. Мы достигли какой-то критической массы, через которые, да, как будет рождаться новое качество. Мое же собственное. Да. Восемь. Продвижение. Продвижение. Отлично. Продвижение. А что мне делать с этим? Ну, давай запишем. Что такое продвижение, в общем-то? Это качество опыта у нас разрушения, это качество у нас созидания. Можно я скажу свой запрос? Давай. Можно, да? Вообще у меня такой запрос. Подожди, Оля, извини, давай мы все пройдем, и потом… Хорошо, хорошо. Скажешь, что у тебя получилось, какая картинка. Следующий, третий бросок, он у нас будет говорить, а что меня окружает, и какие текущие обстоятельства в этом вопросе. Семь. Вот здесь очень интересно. На самом деле у нас всего шесть здесь. Когда выходит семь, то мы смотрим. Семь – это воплощение. И тогда нам подсказывает воплощение. Записывай. Воплощение тебе нужно. Качество, твое окружение и текущие обстоятельства воплощаются. Уже. Уже? Уже? Ну, если что… А что сейчас происходит? Вера, смотрите на канале. А что сейчас происходит? Да. Что сейчас происходит? Жалова, похоже. Я на правильном пути. Это радует. Десять. А у тебя тоже самое сюда не попало. Смотрим, где у нас десять. Читаем. На самом деле организационный путь. Это перевожу. Что имеется в виду? Это имеется в виду взаимодействие с людьми. Да, организация. Это у нас все от людей. Просто организационный. Организационный – все от людей. Следующий бросок. Звенья цепи. Вот этот последний бросок в оракуле, который позволит иногда просто разорвать цепь. То есть вам надо разорвать какую-то цепь, для того, чтобы вы могли решить. И вопрос станет неактуальным. А может и продолжать. И тогда мы продолжаем движение уже по самой карте. Света, можно вот… Да, пожалуйста. А вот это как назвать? Бело-черное. Вот у меня было продвижение. Это в общем-то что? Это что? У тебя идет… Это дуальность. А, это все? Это дуальность. Да, дуальность. У тебя уже прошло из-за разрушения. Это точка. Шесть с точкой. Правильно я увидела? Страх. Перестать бояться? Разорвать страх. Значит, звенья цепи – страх. То есть тебе нужно… Разорвать страх. Сейчас ты об этом нам расскажешь. А как это сделать? Я сейчас вам покажу. Я вам об этом расскажу, как. А как это сделать? Карта тебе еще раз поможет. Хорошо. Три. Лицемерие. Ой, лицемерие. Ну, что такое лицемерие? Просто люди не всегда все говорят то, что хотят. Да? Сказать, например. И это мне нужно разорвать лицемерие? Да. Мое или чужое? А вот если у тебя организационный путь, то подумай, это взаимодействие с людьми. Ваше с ними. Это взаимодействие с людьми. То есть в нашем взаимодействии может быть лицемерие, которое может мешать для реализации? Лицемерие – это что-то, это некое нежелание просто быть искренним. Либо страх. Да. Вот это оракул. Вот это вводное, с которым вы заходите. На самом деле, если вот здесь вот я все поняла, я могу не решать дальше вопрос, но можно на этом закончить. Или придумать какой-то новый, чтобы зайти с оракулом. А вообще, а для того, чтобы зайти на карту, вы теперь должны понять, какой путь выбрать. И вот пути эти все на дереве. То есть человек попадает в великую иллюзию. Как мы с вами, когда родились с определенной программой, мы попали в великую иллюзию сюда. Это действительно все, да, иллюзия. И пути разные. Организационный путь – это значит, я должна свой вопрос решать через взаимодействие с людьми. Личностный путь – это значит, я какие-то качества личности свои должна. Внутренний дом – это мои установки, в общем, вопросы больше к душе, мои установки, ценности. И мистические – это от меня независящие. Я, это что-то, сверху кто-то руководит. И вот сейчас вы должны определить, какой путь ваш. Красок. Выбранный путь. И здесь снова смотрим на цвет. Красный. Красный путь, посмотрим, пожалуйста. Это организационный путь. Конечно же, для того, чтобы решить, где взять клиентов, это нужно взаимодействовать с людьми. Просто организовать процессы, и все, да? Сейчас мы узнаем, на каком этапе. А у тебя мистический. Это что такое? Ну, ты считаешь, или считается вообще, оракул нам тебе подсказывает, что не все зависит от тебя и от людей. Есть еще силы. Есть еще силы. Как это? От кого? Некие силы, с которыми, возможно, нужно тебе договориться. От того, кто сидит в прыгну. Так, и в этом пути тоже есть ступени, везде по 12. И теперь нужно определить, с какой ступени вы начнете свое движение, путешествие, как пилигримы по карте. Девятая. И вот записываешь твоя девятая ступень, называется «Руководители». И вот сейчас берется какая-то деталь женской бижутерии, как правило, и кладется, и начинается игра. Так? То есть вот здесь… То есть вот все это мы еще не начали играть, да? Это была вводная. Сейчас вот заканчиваем твою… Ну все, я сейчас бросаю. Да, бросаешь и все, да. А у тебя 11. Возвращение. Возвращение. Куда? Извини, мы в личностный путь, не туда я сказала. Изумление. А ты сейчас как раз испытываешь изумление. А что, у тебя путь мистический? Вот это вводные данные, которые вы получили, для того, чтобы начать путешествие, как пилигримы по игре. По карте Тамболи. И она скрывает очень много интересных моментов, которые открываются. И обсуждение как раз происходит. Потому что мы, как правило, путешествуем в одного, но окружают нас люди. Поэтому помощь людей приветствуется. Спасибо. Ну у кого-то может быть опыт, да, просто какой-то. То есть вот у меня с мистическим путем, например, даже как это… Мне странно, что Ольга удивляется этому, да, что… Ну мы как зеркала. Мы как зеркала просто друг для друга. То есть смотримся и что-то отдаем. Если откликается мой совет или моё, то я беру. Не откликается, не беру. Вот как я Ольге кидала. У неё откликалась брала, не откликалась, не брала. Девочки, а можно я расскажу, что было написано? Потому что это нас всех касается. Друзья, и вас тоже касается, тех, кто смотрит этот канал. Смотрите, у меня был запрос, Свет, насколько эффективно мне вкладываться в развитие канала Ольги Орловой на Телеграм. Телеграм – это новая социальная сеть, в которой пока есть не все. Но буквально на прошлой неделе я создала свой канал, начала выкладывать там буквально два хвоста. Очень интересно, Свет, вот трактуй меня, пожалуйста, или я сама, эмоции. То есть это идёт от сердца, то есть мой запрос идёт от сердца, от моего сердца, видимо. Твоих эмоций, твоих. Да, что касается вот этого дуальности, то ли разрушения, то что необходимо заняться продвижением. То есть я вообще, в общем-то, продвигаю идеологию, да, я не саму себя, а вообще вот игры продвигаю. Требуется встать на организационный путь, то есть взаимодействовать с людьми, а кто бы сомневался, да. Но необходимо разорвать лицемерие. Вероятно, знаете, лицемерие тех людей, которые считают, что всё в этом мире уже создано, есть тренинги, есть коучинг, есть ещё что-то. Ну, какие могут быть игры? Вполне возможно. Ну и, наконец, что удивительно, это мистический путь. Возможно, у меня какая-то великая миссия, и я исполняю чьё-то задание. Кого-то, кто больше меня. Ну и, конечно, по всему этому поводу я испытала изумление, испытала. Свет, спасибо. Я тебе тоже благодарна, очень хорошо ты рассказал. Ты тоже можешь, Вера, если тебе будет понятно, с чем ты заходишь на игру, просто можешь рассказать и закончим на этом. Нет, я оставлю это для себя сейчас, да. Ну что, мы прервёмся, и через минутку продолжим, но уже с другой игрой. Спасибо. 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 Продолжение следует... Ну что, друзья, мы продолжаем. Мы уже посмотрели две игры сегодня. Одна игра важна себе, вторая там более. И сейчас я хочу вас познакомить еще с одной игрой. И мы с вами перелетаем из сферы личной жизни, осознания, личного роста в очень простую историю. Мы переходим с вами в бизнес, в работу. Возвращаемся на грешную землю. Полетали по небесам, да? Эта игра называется «Карьерный путь». И именно эту игру я представляла в Екатеринбурге на прошлой неделе по заказу портала «Зарплата.ру». Игра разработана компанией «Тень Диметрика». Это люди, которые занимаются играми для бизнеса. Интересно вам это? Да. Да, точно, точно. Хорошо. Игра построена таким образом, что в этой игре участники могут примерить на себя роль, ну, если рядовое, хорошо, рядового. То есть как человек мыслит, когда он является рядовым сотрудником. Представить, как он принимает решение, что бывает, какие ситуации, когда это линейный руководитель. Ну, и, наконец, что же мучает, что же тревожит топов. И в процессе игры предстоит выбрать решение. Ну, то есть вот сейчас будет какая-то рабочая ситуация. И вы сейчас, девочки, меня достанете рабочую ситуацию, будете ее решать. Да-да. И в зависимости от того, как вы решите, будет продвижение. Мы сейчас в полном объеме здесь не поиграем, но попробуем, да, потрогаем. Тем более, что и та, и другая, я так думаю, в бизнесе есть и были, и, может быть, еще и будете. Нравится нам это, не нравится, но вот тем не менее. Игра, кстати, очень хороша для тех людей, которые хотят подняться по карьерной лестнице и посмотреть, как это проще сделать. Итак, Свет, доставай, ну, мы начнем с рядового сотрудника, да? Пока. Из оранжевой карточки. Что за ситуация? Новая должность. Рассказывай. Читай. Новая должность. На должность руководителя нового направления к вам в подчинение пришел внешний сотрудник с опытом работы в международной компании и карьерными амбициями. Через полгода его подразделение стало перевыполнять план, а его предложения на совещании получили поддержку. ГД. Это что? ГД. Поддержку ГД? Генерального директора. Понятно. Ладно. А, на что генеральный пошутил. Смотрите его оба. Подсидят вас молодые таланты. Через пару месяцев освободится должность, аналогичная вашей с более высокой зарплатой, требующей взаимодействия с европейскими партнерами. Что вы предпримите? Будете предлагать кандидатуру своего подчиненного или сами претендовать на эту должность? Так, очень странно, потому что на самом деле это такое впечатление, что из топов я вам достала. Да, вообще-то оранжевая. Как интересно. Так, спокойно. Я что-то напутала, ничего страшного. Ничего страшного, бывает. В игре так бывает, да, самое главное. Вот, вот рядовой свет. Ну, посмотри, как ты сразу на топов совершенно случайно и нечаянно. Как скажешь. Да, друзья, простите, мы ошиблись, я ошиблась, ничего страшного. Вот рядовые где. Рефлексия. Боже мой, рефлексия, это нужно рассказать о том, как было в вашей жизни когда-нибудь. Не будем. Поэтому опять светло такое, а. Что-то у вас. Инструкции. Так, весь цикл работы производится по инструкциям. Инструкции созданы для вас и по ним работают давно. В момент очередной проверки вы понимаете, что инструкции неверны и все работают с их нарушением. Вы можете внести изменения, но это трудоемкий процесс, его не оплатят. Исходя из ваших предложений, данное нарушение в первом случае, в одном случае из 10, может снизить качество продукции на 7%. Как поступите? То есть есть инструкция, все работают с нарушением инструкции, но можно внести изменения, вы можете привить инициативу, но вам нужно будет это самой делать, вам за это не заплатят. Но если вы сделаете это изменение, то улучшится качество продукции. Буду ли я это делать? Да. Да. Но вам же не заплатят. Но мне интересен этот процесс, сам процесс. Так, интересно. Вера, а как ты поступишь? Я бы тоже почему-то сделала это, потому что потом, когда была бы дальше какая-то ситуация, я могла бы, если бы я претендовала со своими амбициями на более высокую должность, то есть я бы могла напомнить руководству, что вот это мой бонус, помните тогда. То есть это вот мой бонус. Припомните тогда. Как козль какой-то использовать, чтобы потом это использовать, да, в своих интересах. Смотрите, в этой игре потом ведущий выбирает, решает, это мягкое решение, жесткое решение или альтернативное решение. Мягкое решение, это когда решение за твой счет, Свет, решение за твой счет. Ну вот очень любят на работе таких людей, которые за идею. Да, 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 за идеей. Веренное решение, оно немножечко похоже на альтернативное. То есть если бы Вера сказала, смотрите как, я пойду к руководителю и скажу, вот смотрите, вот так и так и так. Я готов сделать эту работу, но предлагая меня по этому поводу примировать, ну или может быть не сейчас, когда мы внедрим, да, это альтернативное решение. И, например, третье решение, я так думаю, жесткое, я бы пошел к вышестоящему руководителю и сказала, что у нас в организации начальник ничего не делает, ну и так далее, и тому подобное. То есть это будет жесткое решение, понимаете, да? И вот каждый участник принимает, ну, некое свое решение. Понятно. И в зависимости от того, мягкое, но жесткое, продвигающее или не продвигающее, идет развитие игры. Понятно? Интересно? Понятно. Как вы думаете, может быть интересно? Да, конечно. Про стратегию вообще действий, да, в каждой конкретной ситуации. Да, да. Ну и посмотреть, насколько тебя могут. Какой ты сотрудник, в общем? Да, да. Ну вы хороший сотрудник. У меня очень часто на играх бывает хороший сотрудник. Очень хороший сотрудник. Я еще думаю, господи, где таких взять? Платить не надо, задерживаются. Там вопрос о том, насколько для вас это, ну, хорошо или плохо, да? Я для себя сейчас поняла, что лучше о каких-то вещах договариваться на берегу. Вот, то есть, потому что я понимаю, уже имея опыт, что я уже, ну, не хочу делать что-то бесплатно, да, хочу, чтобы это как-то все-таки возвращалось мне чем-то. И тогда, как бы, да, я бы… Ну что, давайте вытянем карточку из колоды линейного руководителя. То есть, у него уже немножко другие проблемы, есть и подчиненные, есть и вышестоящие, да? Доставайте. Вера, тяни карточку. Вера, да. Давайте я вот эту. И это пустая карточка, ну надо же. Это пустая карточка? Это о чем? Это ни о чем, это о пустоте. Это потому что… Слушайте, это знаете о чем карточка? О том, что Вере все время везет. Сначала и пустая карточка, теперь карьерный рост. Вера. Ну, так а почему нет-то? Карьерный рост. Я согласна. Это уже ты вытягиваешься. Я возьму еще. Бонусы. Давай. В вашем банке действует строгий запрет на получение подарков и бонусов от клиентов. И сегодня вы узнаете, что сотрудник, которому вы доверяете, ушел домой с корзиной фруктов. Сотрудник – безупречный специалист. Впереди наплыв клиентов и увеличение нагрузки на 150%. И заменить его неким. Как поступите? Вот так вот. Вот так вот. Смотрите. Я на самом деле была в руководящей должности. И понимаю, что… Нет, мне так кажется, что я достаточно лояльный руководитель и гибкий. Первое, что мне пришло, вот это про газину фруктов выяснить, не день рождения ли сегодня у сотрудника. Потому что, может быть, это просто человеческий какой-то бонус и как бы, что это за подарок такой. То есть там же не по сумме, но ему не дали что-то в конверте. Как-то, да, то есть это простое человеческое спасибо может быть. То есть наоборот, это сотрудника может мотивировать, выполнять еще что-то для этих людей, например. То есть я, как руководитель, не пострадала. То есть это не было… Ну ведь запрещено давать, получать от клиентов. Подарки и бонусы от клиентов. Ну вы узнали, хорошо, вы узнали. Строгий запрет. Строгий запрет. Маказину фруктов. Конечно. Что там с ней? И у вас камеры слежения везде стоят? А вы не донесете? А, то есть у меня тоже может улететь, да, если что? Ну я говорю, я бы все равно не спешила вперед паровоза, все-таки выяснила, по какому поводу это. Потому что это правда может быть не бонус и не подарок, а… Ну как не подарок, а к сотруднику, а человеческое именно что-то. То есть я бы сначала выяснила вот это. А дальше у меня просто сейчас не хватает такого опыта, я бы не знаю, что бы я сделала. Ну, а хорошо, смотрите, сейчас у нас время немножко поджимает, поэтому я предлагаю… Ну, тем не менее, интересная, да, ситуация? Света, а давай вытянешь из стопов? Давай. А Света что бы сказала? Ну я бы обязательно, ну, вызвала бы сотрудникам, естественно, поговорили. Знает ли он о запретах, естественно. Если он о них знает, что мы будем делать? То есть я решение этого вопроса, как мы поступим, приложила на него, зная, что камера наблюдения наблюдает, что я веду беседу с ним по этому поводу. Ну, отлично, альтернативное решение. Здесь, Вера, конечно, мягкое решение. Опять готова за свой счет, но здесь уже альтернативное решение. Свет, возьми еще одну карточку, и мы заканчиваем. Сейчас. Доплата за переработку, как раз то, о чем ты говорила. Вы управляющий престижного отеля в Сочи, выехали на обучение в Европу. Ваше отсутствие, заместитель спланировал график работы так, что у части персонала получились переработки. Чтобы не сорвать работу отеля, заместитель пообещал всем доплату. Выйдя из отпуска, вы обнаруживаете очередь и спросите ли обещанной доплаты. Фонд оплаты вашего отеля не предполагает дополнительных выплат. Что будете делать? Я предложу альтернативное решение. Это отгулы, это торты, это такие... Корзина с фруктами. Да, корзина с фруктами, какое-то нематериальное. Вот таким способом. Ну, очень интересно, да? Интересно примерить на себя роль другого... Как принимать решение. Сотрудника другого уровня. Вот такая интересная игрушка, которая позволяет посмотреть, как продвинуться. И в зависимости от того, какой руководитель, первое лицо, что предпочитает, мягкие решения, жесткие решения, можно построить свой карьерный путь. Интересная игра? Да, конечно. Ну что, друзья, сегодня мы рассказали про три игры. Игру «Важная себе», игру «Карта там более» и «Карьерный путь». Я думаю, что вам было интересно. Может быть, какую-то фразу девочки скажете на дорожку, скажем так? Что пожелаете нашим зрителям? Я желаю нашим телезрителям и вам, девочкам, относиться к всему творчески и играючи. И главное, не забывать, что получать удовольствие от процесса. То есть, если мы не относимся к чему-то слишком серьезно, все проходит гораздо легче. Мы счастливы, гораздо быстрее решаются какие-то задачи, трудности проходят. И больше гораздо бонусов у позитивных людей, когда они чем-то не грузятся. То есть, я желаю всем играть. Ну, я желаю чудесного, легкого путешествия по карте своей жизни. Итак, друзья, встречаемся в следующую пятницу на прямом эфире канала «Пространство игры». Играйте и выигрывайте! Молодцы! Молодцы! Молодцы!